История создания выставки началась с картины Аркадия Рылова, самого старшего представителя академиков еще Императорской Академии Художеств. В течение двух с половиной лет владелец галереи «Русский портрет» Александр Гейнрикс собирал уникальную коллекцию. Здесь представлены полотна таких признанных мэтров, как Борис Йоганссон, Виктор Орешников, Евсей Моисеенко, Андрей Мыльников, Петр Фомин и Борис Угаров. Однако экспозиция позволяет также проследить, как продолжали дело мастеров, их дети и ученики. Многие из них сами стали признанными художниками. Я учился в мастерской Мыльникова, хотя Мыльников сам ученик моего отца. Но это художники очень разные. В день открытия экспозиции искусствоведы рассуждали о преемственности традиций и сошлись во мнении, что несмотря на разные стили письма, всех авторов объединяет прежде всего уникальная русская духовность и мастерство. Всего на выставке можно увидеть 29 работ. Некоторые картины принадлежат галереи «Русский портрет», другие же предоставлены на время экспозиции частными коллекционерами. В основном это пейзажи и натюрморты. Но в каждом полотне, будь то стога сена или дорога или ваза с цветами, отражается человек с его внутренним миром, его мыслями и чувствами. Здесь трудно увидеть все величие тех художников, которые здесь представлены. Но те маленькие работы, которые здесь есть, в них можно как в капле воды увидеть целое море. Выставка «Отцы, дети, ученики» будет работать в павильоне под флагом на Елагином острове до 20 сентября.